На Ренмаре открылась ярмарка, сделана в НАУ. Для жителей и гостей Заполярье прямо в центре города организовали торговый павильон, где можно выбрать сувенир и другую продукцию местных производителей. Подробности у Елизаветы Кабановой. А вам когда-нибудь хотелось приобрести нечто столь уникальное, как шкура росомахи? Или, быть может, вы давно хотели попробовать сладости из северных ягод? На ярмарке сделано в НАУ любой желающий может приобрести не только всеми любимые товары, но также и уникальные. К примеру, как эта перьевая ручка из рога оленя. Сладости из северных ягод, сувениры с национальными орнаментами и символикой, изделия из кости оленя, а также всевозможные меховые товары. Столь редкая продукция – одна из изюминок Ненецкого округа. Открытие ярмарки – это важный шаг в развитии не только экономики, но и туризма Заполярия. Этот совместный проект начался, на самом деле, еще в 2018-2019 году. И родился он из-за того, когда мы выезжаем на Большую Землю и говорим, что мы из Ненецкого автовного округа. Многие путают нас с Ямало-Ненецким округом. Нас немножко это ранило, и поэтому мы решили сделать какую-то историю, чтобы мы стали узнаваемы. На ярмарке можно приобрести не только всеми любимые меховые куклы и магнитики. Для любителей более интересных подарков здесь представлены бубны и шкуры северных животных. Очень большой популярностью у нас пользуется ручная работа мастера-пырерка из Красного Натальи, подвески и куколки, магнитики на холодильник, также тарелочки сувенирные. Для гурманов на прилавках джерки из оленевого мяса и сладости из северных ягод. Причем вся продукция прошла сертификацию. Где еще, как не в северном регионе, можно полакомиться такими деликатесами? Собственно, эта выставка нацелена на то, чтобы люди узнали о той продукции, которая выпускается именно в нашем округе. Национальной продукции, аутентичной продукции. Мало произвести, продукцию нужно еще и продвигать. На ярмарке представлена продукция десяти предпринимателей. С помощью аутентичной площадки производители смогут рассказать о своих товарах. А жители региона приобрести интересные подарки в одном месте, да еще и в центре окружной столицы. Ярмарку развернули в торговом здании по адресу Ненецкая, 16. Одними из первых выставку-продажу посетили представители Федерального агентства под делом национальностей. Нам очень нравится инициатива о проведении такой выставки. Я сегодня уже говорила о том, что очень символично получилось, что мы приехали в регион, чтобы обсуждать тематику развития этно-туризма и народных промыслов. И как раз оказались на открытии выставки, сделанном в НАО. И мы считаем, что такого плана и инициативы должны развиваться сейчас в каждом регионе, потому что не только этно-туризм, но и внутренний туризм сейчас на пике в России. Посетить ярмарку, сделанную в НАО, жители и гости города могут с понедельника по субботу, с полудня и до 19.00. Работать площадка будет в течение двух месяцев.